Ребята, всем привет! Рада вас видеть на моем канале Алиса Блэк. Сегодня хочу сделать подборку уже на теплую весну и начало лета. Для меня это температура от плюс 18 и выше, в общем 15-18 и дальше. И в такую погоду я становлюсь абсолютной попсушницей. Я люблю попсовые ароматы. Объясню, что это значит. Это парфюмы в какой-то степени несерьезные, но в то же время женственные, юные, нежные, летящие, девочковые. Немножко может быть где-то конфетные, мороженка, леденцы, что-то в этом духе. Но, как правило, это ягодно-цветочные ароматы, либо фруктово-ягодно-цветочные ароматы. Ароматы золотой середины, можно назвать такие, со средней плотностью, не тяжелые, не липкие. Ну, в принципе, самый, наверное, яркий представитель это вот Шанель Шанстендер. Айва в цветах. Это у меня парфюмерная вода. О нем долго говорить не стоит. Его все прекрасно знают, имеют в своей коллекции многие. Прекрасный, шлейфовый, летящий, комплементарный, прохладный, но при этом в нем есть сочность. Именно парфюмерная вода, по моему мнению, более айвовая, более именно такая сочно-фруктовым оттенком здесь, нежели больше цветов. В туалетной воде, мне кажется, больше именно цветочных нот. Конечно, я, знаете, прям сразу, моментально, мгновенно в такую погоду двигаю на своей полке практически весь бренд Булгари разом. Это и парайба, это и коралл мой любимый, очень обожаемый, тоже про который все время рассказываю. Если здесь ягодно-цветочно-водянистое, да, все, то здесь для меня фрукты в зелени. Я вот совсем недавно вам рассказывала про этот аромат в подборке ароматов зеленых, травных, свежих, любимых. И вот здесь для меня ветивер, скорее всего, как я предполагаю, дает вот это ощущение молодой, сочной травы, парка, который расцвел, который ожил после зимы, где уже и листья, и сочная трава, и цветы, все это вместе. Очень люблю, я вот купила себе в полном объеме, кстати, обратила внимание, что Литуаль в нашем городе распродает вообще весь этот бренд, там осталось буквально 1-2 коробки в целом бренда. Вот, и также на сайте тоже все распродали, там вот остались последние там какие-то позиции, и как бы это неплохой знак, потому что я сейчас хотела обновить тоже еще один мой любимый золотой ирис Булгари. И все, 7 тысяч уже, представляете, то есть я его покупала за 3 500, 4 500, сейчас 7 тысяч рублей. Так что вот буду искать аромат, чтобы его восполнить. В общем, парайба, сочная маракуйя в зелени для меня прежде всего. Аромат легкий, свежий, очень шлейфовый. В принципе, все вот эти булгари можно поливаться, наносить на себя в огромных количествах. Они будут держаться на одежде некоторые несколько дней, на волосах мытья, на следующий день вы будете чувствовать. Ну, я наношу много девочки, я это тоже постоянно вам говорю, что это ароматы, которыми надо политься. Ну и, конечно, наверное, самый попсовый из всех этих омний. Вот эта вот омняя кристаллина, она для меня более летняя. Она вот прям в самую жару очень круто звучит, а тогда больше груша выходит на первый план. А так это такой лотос в тени у пруда обычно. Я его так слышу. Ну, самый попсовый для меня, самый девочковый, в общем, аромат, который, ну, вот реально розового цвета. Вот ему розовый идеально подходит. Если бы можно было дать запах цвету, то это был бы вот как раз-таки пинг сапфир. Я все время путаюсь с этими пинками, потому что у меня есть пинка экстази, у меня есть пинг престиж. Вот пинг сапфир. Вот этот пинг сапфир, ну, вот девочковый, 100% аромат от начала до конца. Опять же, здесь вот эти фрукты тропические. Здесь у нас идет этот помело. Немножко где-то он перекликается с парайбой, но все равно нет. Немножко не то. Здесь нет этих травушек, муравушек, как я слышу в парайбе. Здесь именно фрукты и цветы, знаете, это очень близкий аромат. Вот по настроению, по стилю с вот этим флор маск флораль, который я очень люблю весной тоже теплый носить и в начале лета. Они не похожи, они не клоны, но они вот прям, ну, очень близко в одном духе. Вот они такие же сочные, вкусные, с фруктовым оттенком, вот цветочно-летящий девочковый аромат. Вот этот парфюм я вам рассказывала, да, когда я его распивала, тоже распила много флаконов, когда этот аромат вышел. Единственный аромат, который мне сказал мой муж, что я надеюсь, ты себе его оставишь. Вот настолько он ему понравился, я тоже рассказывала, что он очень шлейфовый, даже несмотря на то, что не бывает ветра, он оставляет прекрасный шлейф за носителем. Он женственный, воздушный, прекрасный, легкий. Он гораздо легче ощущается и носится, чем предшественник, просто, да, флор маск. Градиентный флакон с прозрачной крышечкой. На него я получала огромную массу откликов от девочек, которые брали от Ливана. Еще один нарциссик, который любит тепло, красный кубик. Я долгое время считала, что аромат близко сидит, не шлейфит. Я его очень люблю, это моя парфюмерная пудрово-помадная, прекрасный, нежный аромат, обнимающий объятия мамы, поцелуи, объятия кошечки за котенком. Такой ласковый аромат, прекрасный, обожаю, обожаю, вы знаете. Вот, но в тепле он дает шлейф, он дает достаточно яркое облако, которое еще и оставляет шлейф. Поэтому мне как-то больше стало его нравиться носить именно летом и вот прям теплой, теплой, теплой весной. Попробуйте тоже его. Я до последнего думала, что нет, он не шлейфовый, пока не уловила очень яркий шлейф от девушки. Потом стала экспериментировать в разное-разное время и поняла, что увеличиваем нанесение, сделаем не два пшика, а пять. И носим в более теплое время, а тогда просто вот. Бренд Judy Лейбор. В целом я всегда говорила, что бренд Judy Лейбор это бренд, который любит тепло. В холоде он плоский, он на самом деле нормально не раскрывается, он какой-то неинтересный. Вот это самый попсовый из всего того, что я пробовала. Здесь ананасовый сироп в цветах, много-много разных цветов здесь у нас. Яркий вот этот сладкий оттенок, именно знаете, не сахара здесь, не конфеты, не ванильки, а именно вот сладость ананаса. И еще здесь есть немножко такой легкий пряный оттенок, лист пимента заявлен. Я читала, что он дает, ну что он вообще и пахнет пряностями разными. То есть целым набором разных пряностей. Он, кстати, звучит достаточно сочно и ярко. Я вот на днях делала отливант для девочки, она сказала 20 миллилитров. И в общем делала отливант и решила как-то обновить впечатление, нанесла себе на руку. А у нас в квартире было, ну прям душно, жарко в этот день, в эту ночь, вернее. И я прям от него задохнулась. Поэтому в теплое время года такие ароматы лучше на свежем воздухе. Потому что в закрытом помещении может немножко раздражать, потому что он такой, ну, яркий. Если вот рубин у меня есть, он вообще для меня лето-лето. Это прям зеленый чай с мятой и с цветами. То этот он более яркий, более сладкий, более насыщенный аромат. Но все равно у него настроение для меня попсушное. Молодежно-попсушное настроение. Один из самых любимых ароматов, который я упивалась прям несколько дней подряд, это Жакфат Фривольность. Я очень полюбила и красные туфли, и Фривольность. Фривольность для меня, вот он у меня стоял не тронутый зимой, не тронутый холодной осенью. То есть этот аромат любит тепло. Тоже я его вижу больше на тепло. Прекрасно. Пахнет сладким, таким малиновым макароном. С легкой какой-то кислиночкой. Знаете, такой кисленькой посыпанной сахарной присыпкой. Сахарно-кисленькой. С ароматом еще нежной розочки. Вот, еще здесь есть замша. И это, наверное, самая нежная замша. Даже еще нежнее, чем кремовая кожа Изара Винсенс Келес. То есть это вообще там замша, вот еле-еле-еле уловимая. Какая-то вот легкая шероховатость есть в этом парфюме. И на старте он напоминает мне сноб золоте. Он тоже такой шипучий какой-то, вот водянистый. С легким как будто листочком, да, растертым. Ну, классный аромат. Он пахнет, я считаю, низшего. Очень достойный, нежный, как кружево. Вот прям действительно такой кружевной парфюм. Очень хочу попробовать другие ароматы от бренда. И, к сожалению, тоже его вывели. По-моему, вообще из России выводят. То есть с Ревгоши его сняли, продавали остатки. К огромному сожалению. Потом у меня есть еще один такой искристый классный аромат. Лимонадный. Это уже такой малиновый лимонад для меня. Малиновая шипучка. Еще здесь очень интересный в этом аромате есть ванильно-древесно-кедровые оттенки. То есть легкая какая-то древесность есть. Она дает тоже какую-то холодильку. Ну и нежная-нежная, мягкая ваниль. В свое время аромат меня покорил в Литуале. Это, оказывается, тоже был снятый. Там, видимо, где-то заболелся. Я очень пожалела, что я его не купила. Это у меня Эмпорио Армани Даймондс. Не Йеллоу, не Роуз. Там у них разные есть эти всякие бриллианты. А именно просто Даймондс. У них есть туалетная и парфюмерная вода. У меня парфюмерная вода. Мне кажется, я пробовала тогда туалетную воду, потому что он был чуть более прохладный. Либо он настоялся. Его я купила у девушки за символическую цену. Она мне предложила. Вот, чему я очень рада. Он мне практически даром достался. Но это... Я не знаю, сколько он у нее стал. Может быть, он настоялся и поэтому стал слаще. Но тот был еще более малиново-прохладным. А этот чуть-чуть со сладинкой. Но он все равно классный малиново-шипучий. Классный аромат. Тонкий шлейф опять же имеет. Такой девичий, нежный, женственный. Классный аромат. Я помню, когда о нем рассказывала, тоже мне в комментариях писали, что очень его любят, имеют. Комплементарный. В общем, люди откликнулись на мое видео. Тогда написали свои впечатления. Вот. Ну, что еще у меня тут есть на теплую весну, на челуалет? Это, конечно же, Нина Ричи была. Мое любимое яблочко. Тоже опять кисленькое, сладенькое. В холодную погоду он больше такой вот прям кисло-зеленое яблоко за счет ревня выдает. Кислинка долго держится на холодном воздухе дома. Он становится вкусной ванильно-кисленькой конфеткой. И вот теплое весной, начале лета он так вот пахнет и как в помещении теплой ванильной конфеткой. Тоже поливаюсь, им трудно переборщить. Можно хоть 10 пшиков сделать и будет от вас такое нежное, вкусное, кисленькое облачко. В принципе, у меня здесь все почти мною любимые ароматы попсушные. Наверное, не хватает только Али Райхан от Air Collection еще. И Хаяти, да, вот эта мороженка ягодная с киселем ягодным. И Али Райхан тоже такие восточные сладости. Фруктовый рахат Лукум очень похож на аромат на африканский бал, но более такой десертный что ли. Он мне тоже очень нравится. Мне пока они есть в Атлевантах, я не думаю, что в этом году я повторю флаконы. Скорее всего, только Хаяти может быть только. Так я их люблю. Они тоже для меня абсолютная попса, вот стопроцентная. Но вот в тепле они прекрасные. Они шикарные, не обращают на себя внимания. И вот сюда же еще добавляю из прошлого видео. Вот это вот в платьице Фрэш. Тоже супер универсальный, девочковый, свежий, освежающий. Единственный аромат, который я не особо люблю из всего того, что я вам покажу, это вот Джульетта. Вот этот вот малиново-вишневый блеск для губ в амбрексане. Наверное, я с ней никак не срастусь, потому что я не люблю амбрексан такой ярко. Я поняла в целом, что этот бренд вообще не мой. Я очень сильно в нем слышу вот эти вот химические, да, вот эти амбрексано-молекулярные оттенки. Мне они не нравятся, они на меня хорошо не садятся. Но отдаю должное, флакон постоял, настоялся, он стал гораздо стойче. Если раньше он держался 4 часа, сейчас, ну, где-то часов 7-8 точно держится. Он стал ярче. То есть этот парфюм изменился. Но все равно вот эта вот вишневость, малиновость, она здесь химозненькая. Именно, наверное, поэтому я ее слышу как косметическую одушку, блески для губ в помаде где-то еще. Ну, в общем, вы меня поняли. Но тоже решила добавить. Я знаю, что у него есть поклонники. У кого-то этот аромат даже любимый в бренде. Меня периодически про него спрашивают. У меня даже есть запакованный флакон, потому что я же его покупала слепую. И по отзывам, по описанию я думала, что это 100% попадание. Теперь я так не делаю. И, конечно же, мой любимый, наверное, им я и завершу это видео. Это Мансера Пинк Престиж. Опять, да, Пинк. Моя любимая Мансерашечка про черную смородину. Как раз кто-то мне недавно просил про черную смородину рассказать, тоже соберусь как-нибудь, сделаю это видео. Вот самая моя любимая черная смородина. Это Мансера Пинк Престиж. Здесь есть сложные ноты, такие как шафран, кожа. По-моему, гуаяковое дерево. Или даже ут здесь имеется. И, по-моему, все-таки гуаяковое дерево. Но в целом для меня это потрясающее, свежее, вкусное смородина, растертая с листом. Мне очень нравится его носить прям в самую жару, тогда он максимально смородиновый становится. Вот почему-то в тепле в нем больше именно ягодных вот этих оттенков, а в холоде в нем появляется вот эта какая-то шероховатость, терпкость. Возможно, вот эта кожа дает о себе знать или что. Но он становится более таким немножко стервозным, более стильным, более таким отстраненным. Но мне всегда нравилось, что здесь нет сладости. Что это именно смородина холодная, растертая с листом. Что вы думаете? Вот он у меня постоял, и он стал пахнуть леденцами. Вот он стал пахнуть ягодными леденцами. Я тоже ее мужа спрашивала, что он чувствует. Он говорит, ну сладкими конфетами какими-то. Я такая, какими конфетами? Я не хочу никакие конфеты. Я хочу, чтобы он пах, как раньше, смородиной. Хочу холодную смородину, но нет. Теперь я реально в нем стала, даже вот открываешь, только крышку снимаешь. Вот прям леденцы, вот эти вот барбариски, не барбариски, а бон пари, или как они называются, такие разноцветные. Вот там есть всякие разные ягодные, чупа-чупсы. Пахнет мне этим. Я теперь ничего не могу с собой поделать. Что ж, на этом все, друзья. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. С вами была Карина. Увидимся в следующих видео. Напишите, пожалуйста, что вы любите носить теплой весной и начало лета от 18 градусов и выше. Какие ароматы ваши самые любимые в такую погоду. Увидимся. Пока-пока.